Ну а сегодня в 12 часов во дворце спорта 50 лет победы состоится торжественное открытие седьмых международных выставок информационной технологии, телекоммуникации, безопасность и недра Якутии, спецтехника, экология и газификация, в которых примут более 50 предприятий из 14 регионов. А сегодня у нас в гостях Евгений Русланович Макаров, заместитель министра связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия. Евгений Русланович, доброе утро. Доброе утро. Достаточно масштабное мероприятие в этой сфере, не только, да, но пройдет. Расскажите, выставки будут для кого все-таки интересны, для кого они предусмотрены? Доброе утро. Да, сегодня у нас открывается выставка информационной технологии, телекоммуникации, связи и безопасность. Это уже седьмая по счету выставка. Она у нас проводится каждый год. Она у нас межрегиональная. На сегодняшней выставке у нас количество участников выросло до 58 участников. Они представляют 14 регионов России. Ну, сама выставка, она является удобной площадкой для включения выгодных контрактов, а также для нашего населения, для простых граждан нашего города. Ну, простые граждане, обычные, которые не являются участниками. Вот чем привлекательна выставка будет для них? Да, а чем вы заинтересованы? Для наших обычных горожан будут представлены услуги для доступа в интернет, цифровое телевидение, будут представители САХА телекома, филиала Ростелекома, технический центр телевидения радиовещания, РТРС, а также федеральные операторы спутниковой связи. И также на выставке будут представители нашего министерства, которые помогут гражданам зарегистрироваться на портале госуслуг. Сегодня у нас на портале госуслуги.ру, а также еякутия.ру представлен широкий ряд государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Специалисты министерства пока не только зарегистрированы граждан, но и помогут получить эти услуги, проконсультировать. Также будут представители министерства образования и науки, которые покажут в электронном виде и в области образования. Будем рады видеть родителей будущих первоклассников, которые будут в электронном виде записывать детей в первые классы. Ну вот возвращаясь как раз таки к вопросу госуслуг, есть такое мнение в Буту о том, что говорят, что если попытаться получить загранпаспорт через госуслуги, то госпошлину можно будет оплатить со скидкой. Это действительно правда, да? Да, все верно, вы правы. Сейчас на портале госуслуг реализована такая возможность, она будет действовать пока до 2019 года. Если получить загранпаспорт нового образца, то если получить госпошлину 3,5 тысячи рублей, то через портал госуслуг это можно получить за 2,5 тысячи рублей. 30% скидка. Получается, если получить тот же паспорт через госуслуги, вы экономите не только время, но и деньги. Здорово. Целую тысячу рублей, может быть, запомнилось. Так еще и время будем экономить помимо тысячи рублей. И время, и деньги. В данном случае это поговорка «и время, и деньги». Выставка продлится 3 дня целых. Это уже, кстати, традиционно 3 дня она проходит. И что вот помимо того, что уже вы рассказали, что еще ожидает участников? Помимо выставки пройдут еще два круглых стола. Первый круглый стол у нас пройдет 25-го. Это уже завтра в 10 утра. Там же на месте проведения 50 лет победы. Там она будет посвящена экологии при недопользовании. Также у нас вторая выставка, второй круглый стол запланирован в 16 часов в бизнес-центре на Кирове 18 на втором этаже. В нашем конференц-зале она будет посвящена спутниковым технологиям компании «Иридиум», которая представляет по всему миру услуги по спутниковой телефонии. Она будет очень интересна не только для министерств и ведомств, но и для охотников, рыбаков, а также для предприятий горно-добывающей промышленности. Ну вот о «Иридиуме», наверное, как раз таки. Хотелось бы спросить, что за спутниковая связь, сеть? «Иридиум» — это международная сеть. Она состоит более чем из 100 спутников, которые около орбиты Земли крутятся. И как раз таки она охватывает именно арктическую часть нашей страны и в любой точке Арктики, нашей республики, но и России. Можно будет оставаться всегда на связи и в случае чего можно позвонить и также выйти на сеть интернета. Очень замечательно. Это что-то новое, да, для нашей? Нет, это не новое, это было и есть, но все же хочется еще более подробнее рассказать. Я еще не рассказал про скидки на госуслугах при оплате штрафов. Вот, пользуясь случаем, хотел бы попросить наших автолюбителей зарегистрироваться на портале госуслуги, где можно оплатить штрафы 20% скидкой. Хорошо. Мы приглашаем всех на межрегиональные выставки.